Надо устраивать не показуху, а системную работу по благоустройству. С таким поручением на штабе по комплексному развитию региона выступил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русский. По итогам начавшегося объезда района в глава области отметил неудовлетворительную работу по содержанию территорий. Эта проблема характерна не только для отдаленных муниципалитетов, но даже для центра Ульяновска. Центральная улица Карла Маркса. Не буду говорить о том, что плитка там разрушена. Во многих и многих местах мы потом отдельно на это обратим внимание. Но когда, заходя в подворотню, увидев, что стоят контейнеры переполненные, и мусор, эти пакеты вокруг рассыпаны, это никуда вообще не годится. На центральной улице валяются пакеты с мусором, выкидывают их в клумбы. Алексей Русских поручил установить дополнительные урны. В порядок должны приводиться парки и скверы. В преддверии Дня Победы в Рио губернатора при посещении районов будет обращать внимание на памятники Великой Отечественной войны. В числе самых волнующих – вопросы благоустройства в деревнях и селах. Это вопросы благоустройства, это неблагоустроенность придомовых территорий, это вопросы уличного освещения. Сейчас, видимо, в связи с теплой погодой, да, особенно остро, почему-то встал вопрос, связанный с тем, что не хватает фонарей, не горят фонари по городу Ульяновску, по городу Димитровграду. Беспокоят людей состояние дорог. После зимы много грязи и пыли. Нет чистоты, в том числе и на остановках. Пока приведены в порядок около 40 павильонов Ульяновск и 20 Димитровграде. Жалуются ульяновцы на то, что с приходом теплой погоды в домах становится жарко. А это, в свою очередь, вызывает лишние траты за отопление. Однако на этой неделе ожидается похолодание. Поэтому пока массово отключать тепло не будут. Предлагаем, Алексей Юрьевич, до конца этой недели никаких мер принудительных по ограничению отопления не принимать. И ориентировочно с понедельника следующей недели температура нам позволит организованно завершить отопительный сезон. Это по прогнозам. В то же время в здании, где температура превышает нормы Санпина, можно подать заявление и завершить отопительный сезон. Например, в Димитровграде этой возможностью воспользовался уже 31 дом. Не обошлось на аппаратке без новых назначений. Роман Когтев стал заместителем руководителя администрации губернатора. Должность заместителя министра здравоохранения займет Сергей Кучица. Утвержден в качестве помощника в Рио губернатора Артем Мирошников. Он будет следить за рабочим графиком главы региона. Кадровое назначение, я понимаю, что все ждут, когда они начнутся. Еще раз хочу сказать, что никаких ПТС в этой части не будет. Будем точечно вносить коррективы. На штабе дан старт недели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Для ульяновского бизнеса пройдут онлайн-встречи с партнером из Узбекистана. На них обсудят дальнейшие направления сотрудничества. Несмотря на очень тяжелый для нас 2020 год, предварительные данные первого квартала показывают, что мы пошли вверх, и объемы продаж, объемы международной торговли сегодня и в мире, и в частности в Ульяновской области начинают расти. Центральным событием недели станет форум-выставка «Сделан в Ульяновской области». Мероприятие пройдет вот уже в седьмой раз. Форум состоится с 23 по 25 апреля в Ледовом дворце «Волгоспорт-арена». Площадка позволит предпринимателям выйти на прямой контакт с супермаркетами и иностранными партнерами. Только по итогам прошлой выставки было заключено экспортных контрактов на сумму свыше миллиона долларов США.